Вы арестованы. Все чаще можно услышать именно эту фразу из уст инспекторов госавтоинспекции на дорогах. И это все правильно и справедливо, и звучит эта фраза в отношении тех, кто любит затонироваться не по правилам. Мы сегодня поговорим более подробно как раз о тонировке, о том, какие правила и нормы в отношении нее существуют, и какие действия противоправны и, собственно, правильны с точки зрения законопослушных граждан. А поговорим мы с Александром Козловым, старшим инспектором по пропаганде ГИБДД Края. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Можно уже сейчас рассказать, есть такая статистика, вот какие районы нашего края, в первую очередь, конечно, любят больше всех затонироваться. Ну, если говорить по итогам этого года, то за два месяца текущего года уже более 6 тысяч водителей за нарушение правил тонировки были привлечены к ответственности. И больше добрая половина – это город Красноярск, потому что все-таки в Красноярске нас проживает, ну, практически половина всех жителей Красноярского края, поэтому практически каждый третий житель края – это красноярец, поэтому и статистика, конечно, приходится на Красноярск не утешить. Ну, это серьезные цифры, да, конечно, это много. А есть какой-то вывод? Это что? Это мода? Или почему люди, зачем они делают тонировку, тем более ту, которая не соответствует нормам и правилам? И сейчас эта мода проходит или куда все движется? Какой тренд? Вот для этого мы сейчас и работаем, потому что мы должны понимать прекрасно, что если человек изначально нарушает правила дорожного движения, и это видно по его транспортному средству, соответственно, мы делаем вывод о том, что он может и пренебречь другими правилами дорожного движения, которые впоследствии он будет нарушать. И поэтому изначально позиция начальника главного управления – это неотвратимость наказания. Если мы видим, что у нас человек нарушает, мы его привлекаем к ответственности. В настоящее время штраф небольшой, это 500 рублей, но здесь есть у нас определенные требования, которые мы выдаем водителям по устранению вот этих вот нарушений, чтобы водитель в дальнейшем двигался без нарушений и согласно правилам дорожного движения. В случае, если водитель нарушает эти правила, водитель доставляет в суд, и суд принимает решение, либо это штраф, либо административный арест до 15 суток. У нас уже были такие факты в этом году, когда людей арестовывали сразу из зала суда, они уезжали в комнату административных задержанных. Да, я так понимаю, что вот два шага есть. Если первый раз остановили, предупредили просто, ничего не выписывали, никаких штрафов. Почему? Сразу выписывают административный штраф в 500 рублей. И объясняют, что делать дальше? А что нужно делать? Да. Человеку выдается требование о том, чтобы он устранил данное нарушение и в дальнейшем двигался без нарушений. Ему дается сутки, трое суток дается на устранение, потому что все прекрасно понимаем, кто-то может устранить на месте, а кто-то не может в сфере определенных особенностей. И в дальнейшем, если водитель попадается у нас на поле видимости, да, сотрудник гос.инспекции, его останавливают, проверяют. Если уже было ранее выдано это требование, то водитель уже доставляет в суд для вынесения ему вердикта. Либо это будет штраф, либо административный арест. Но нет такого, как раньше было, например, что остановили неправильная тонировка и заставляли тут же на месте просто ее снимать. Зачастую водители сейчас не совсем понимают и не осознают все меры ответственности. И поэтому не все, к сожалению, хотят устранить на месте вот именно причину остановки. И в отношении таких водителей мы жестко принимаем меры и доставляем из суд для того, чтобы было понимание людей о том, что если есть нарушение, мы будем его пресекать. Но это все инспекторы на дорогах, простите, могут вот так остановить и проверить тонировку? Абсолютно любые инспекторы. Абсолютно любые инспекторы. Ну то есть это же не на глаз делается. И вот тогда сначала один момент. Сам-то водитель, который все-таки хочет немножко темнее сделать окна, может быть, из практических каких-то целей, он для себя может выбрать разрешенный вариант, либо его могут при продаже, например, ввести в заблуждение. И потом окажется, что он виноват, в общем, без вины, ну своей вот прям. Ну я вам скажу так, что если водитель получает водительское удостоверение, на него накладываются не только какие-то вольготные условия по управлению автомобилем, но это и обязанность страховать автомобиль, заправлять автомобиль, чтобы он был в технически исправном состоянии. И в данном случае это тоже является нарушением правил дорожного движения. Водитель должен понимать всю ответственность за свои действия. И если он нарушает правила, то есть даже отсутствие прибора, это не основание для того, чтобы инспектор просто отпустил. У нас также есть технические неисправности, то есть статьи в кодексе, за которые можно привлечь. Прибор это когда на самом деле спорная ситуация. Для водителей, ну это доказательная база для того, чтобы понимать, что да, водитель превысил. Мы про него и поговорим. Покажите, что это вообще за устройство. Прибор, на самом деле у нас несколько приборов. Вот этот вот, тот прибор, который у нас сейчас находится на вооружении массово. Также у нас еще прибор свет. Просто он сейчас у нас на линии, достаточно хорошо себя зарекомендовал, поэтому вот такой прибор я вам принес. Первая задача инспектора, который производит замер. Он что измеряет? Светопропускаемость стекла? Светопропускаемость стекла. Сначала он соединяет два пучка света и смотрит прибор для того, чтобы он прошел калибровку. То есть это называемая калибровка. Это при водителе все делается для того, чтобы ему в том числе доказать, что он не прав? Да, это можно сделать при водителе, можно без водителя. Вот смотрите, он калибровку прошел, вот он показывает, что 100% сейчас светопропускаемость, так как стекла здесь нет. Здесь нет, да. Да, отсутствует стекло. Если в дальнейшем мы разъединяем, то у нас все, пропало. А можно как-то вот на этом? Или уже не будет работать? Здесь у нас стекло с вами какое? Толстое, наверное, нет? Да, здесь достаточно толстое. Но очки тоже, видимо, не подойдут, потому что... Ну, просто не хотелось бы, потому что железные вещи, как бы... Ага, спасибо. Вот такие аккуратные у нас есть инспекторы. Спасибо за это. Когда инспектор к стеклу обычному прикладывает, там, ну нет, сами понимаете, все-таки более тонкое. Какие показатели должны быть? То есть что является допустимым, разрешенным? Существует же, да, какой-то... Сколько меньше 100, может быть? Да, на самом деле, смотрите, в основном у нас водители достаточно серьезно тонируются, и погрешность этого прибора составляет всего лишь 2%. Лобовое стекло должно быть светопропускаемостью 75%, боковые, передние боковые стекла 70%. Если прибор показывает меньше этих показателей, то, соответственно, это уже является нарушением. Хотелось бы также отметить, что современные автомобили уже изначально затонированы. То есть у них имеется, знаете, зеленоватый такой оттенок. Вот именно эта тонировка для того, чтобы инфракрасное излучение, солнечное, да, свет уже не высветлял, не выжигал салон автомобиля. Если мы сверху тонируем даже простым самым-самым тоненьким тонировкой, она уже не проходит по ГОСТу. Поэтому в данном случае нужно понимать и осознавать все эти действия. Но весной солнце ярче светит, это тоже никак не влияет. Или все-таки зимой, да, по-мереть или весной. Вот смотрите, я вам покажу, у него есть свой источник света. Независимо от того, ночь, день, свет, то есть у него свой источник освещения. То есть он сам в себя светит и определяет, 100% у нас светопропускаемость или не 100%. То есть поспорить невозможно, что сейчас облачно или сейчас солнце ярче светит. Сейчас в Российской Федерации вообще могут быть затонированы автомобили, или это запрещено для всех? Согласно правилам дорожного движения, тонировка, чрезмерная тонировка передних, боковых, переднего, лобового запрещена. Кроме этого, полоска, которая нанесена сверху на лобовое стекло, не должна превышать 14 см. Многие ее делают достаточно большой. А также запрещена зеркальная тонировка на транспортном средстве. Задние боковые, заднее лобовое стекло можно тонировать любыми пленками, вплоть даже непрозрачными. Но должно быть боковое правое зеркало обязательно. Вот так правила для всех одни, и их нужно неукоснительно соблюдать. Спасибо вам большое, все очень подробно разъяснили. А может, кстати, человек сам приехать и проверить, соответствует его тонировка, либо пора что-то спередринять. На пункте технического осмотра. Можно. Итак, спасибо вам большое. Александр Козлов, старший инспектор по пропаганде ГИБДД Края. Все нам очень подробно разъяснил. Если вдруг вы сомневаетесь по поводу своей тонировки на автомобиле, пожалуйста, приедьте и проверьте. Спасибо. Желаем вам и вашим коллегам только адекватных водителей. Спасибо вам.